Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я сегодня говорила, 27, 28, 29 января, это три самых благоприятных дня, оставшихся в январе, для посева любых культур, томата, перца, баклажанов, сеять можно всё. Вот сегодня я сею перец. И я, как всегда, сниму два видео, одно короткое, другое длинное, короткое будет это вот это, где я теоретически расскажу, что я делаю во время посева. А следом будет длинное. Но так как длинное, его придётся ещё потом монтировать, обрезать, соединять вот эти разные куски, потому что тут будет замес земли и полив и всё. Оно выйдет, монтаж долго, выйдет скорее всего завтра утром. Короткое для тех, кому просто нужно услышать, кому этого достаточно. Я сейчас всё по полочкам, по ступенечкам, всё расскажу. Начинаю с тары. Тары беру лоток посевной, более низкий, высота 7 см. Если у вас нет низких лотков, можно и 10 см, можно не набирать его земли полной. 6-7 см для посева и перца, и томатов. Это достаточный слой грунта. Раскладываю грунт полностью вровень с бортиками, потому что он у меня пушистый и сильно рыхлый. Потом, когда здесь будет расти перец целый месяц, он немножко от поливов утрамбуется. Грунт беру тот же самый, что для томатов. Заготовлен в прошлом году. Одна часть земли, одна часть перегноя. Всё это с осени. А, перегной животного происхождения, но старый. Он почти как земля, только земля вот такая коричневая и рыхлая. Вот этот перегной, он даёт земле вот эту рыхлость, крупенчатость такую, воздухопроницаемость. Ну и, конечно, увеличивается плодородие грунта. С осени я добавила суперфосфат и сульфат калия. На ведро грунта 1 столовую ложку суперфосфата, чайную сульфата калия. Всё перемешала, грунт полила, чтобы удобрение хорошо растворилось. Потому что все знают, что суперфосфат, он пролонгированного действия. Он очень-очень долго вот это разлагается, переходит в грунт. И нужно, чтобы он с осени уже был приготовлен. Всё это я сделала. Сейчас я занесла, разморозила, согрела до комнатной температуры. На каждый лоток добавила столовую ложку золы, перемешала, разровняла. Всё. Грунт готов. Своей вот этой дощечкой делаю бороздки на расстоянии 3-5 сантиметров. Вы видите, что посев перца ничем не отличается от посева томатов. Точно так же. Но я делаю вот эти дорожки часто, потому что у меня будет последующая пикировка. То есть я буду через месяц рассаживать на более редко, на более длительное расстояние. Если вы пикировать не собираетесь, значит расстояние между дорожками должно быть 10 сантиметров. И я вот буду раскладывать через 2-3 сантиметра семечки. А вы, если пикировать не собираетесь, тут всего в одном рядке у вас должно быть 2-3 сантиметра. Вот этим я и не люблю посев без пикировки, потому что в один лоток вот такой, если их в последующем не пикировать, от 12 до 18 штучек всего входит. Все. Я даже все свои семена не смогла бы сюда посеять. Но я посею все сразу. Мало того, что у меня будет половина лотка перец, половина баклажан. Я даже в один лоток посею перцы и баклажаны. Через месяц их распикирую. Там посмотрю куда. Или в кассеты, или в другие лотки. Все. Бороздку сделала. Начинаю увлажнять бороздки привикуром, так же как томаты. Развожу по инструкции 0,7 мл на пол литра воды. В бутылочку переливаю, в паилочку. И сильно-сильно увлажняю дорожки. Потом беру спичку, раскладываю семечки на расстояние 2-3 сантиметра друг от друга. Еще второй контрольный пролив, чтобы семена тоже намочились этим же раствором. Этот раствор, я уже говорила, но повторюсь, он и обеззараживает, и одновременно стимулирует семена. Закрываю руками прям. Поверхностного полива, окончательного по общей грунте я не поливаю. Ничего больше не делаю. Закрываю пленкой, ставлю на стеллаж в теплое место. Идеальная температура для прорастания 25-28 градусов. Вот у нас сейчас из-за того, что на улице тепло, 10 градусов всего, топим печку. И у нас как раз вот эта идеальная температура создается. Я сегодня смотрела 25-26 градусов на стеллаже. Ждем дольше, чем томаты. Если томатам я давала, помните, я говорила, что даю им 7-10 дней. Через 7 или 10 дней они должны вылезти. То перцам мы должны дать больше. Они туго всхожие, а тем более я сею сухими семенами, не замоченные. Вообще ничего с ними не делаю. Значит, я им даю 14-15 дней. Но обычно свои семена всходят быстрее. Вот для первого посева я выбираю только свои семена. То же самое, как с томатами. Чтобы не было осечки, чтобы потом не пересевать. Я на них надеюсь больше. Я надеюсь, что они зайдут. Все. Длинное видео буду снимать. Кому нужно очень-очень-очень-очень все подробно посмотреть. Смотрите длинное. Все. До свидания. Первый посев сегодня будет. Это посев позднеспелых крупноплодных сортов, которые не вызревают при более поздних посевах. Вот сегодня я сею рамира. Возможно, еще даже посею колокольчик. Продолжение следует...